Доброго времени суток, это канал Котельный Доктор. Элзотерм, по-моему есть даже, наверное, палата какая-то в больницах для душевнобольных, где придумывают идиотские названия для российских автомобилей и для разных котлов. Элзотерм, это ж надо придумать. А сняв крышку, мы видим китурами. И сегодняшний выпуск будет называться «Мы легких путей не ищем». Если вы мне в комментариях пишите, что я считаю Навьен лучше, чем Ордер или что-то, я вам скажу, я вообще не поклонник азиатской школы, друзья мои. И если сравнивать их с европейскими производителями, то это просто все друшлаг, я вам так скажу. Одни чуть лучше, другие чуть хуже. Я могу из этого выделить Ринай, и то потому, какие отзывы от моих коллег, а я им верю, как бы из разных регионов хочу сделать обзор на Ринай, будет у меня обязательно, как только попадется. Но Ринай это японцы, друзья, не забывайте. А это у нас китурами. Вот тут мы легких путей вообще не искали. Значит, камера сгорания у нас похожа на Ордерию, двухэтажный теплообменник. Вот только вот, и видите, вот это небольшое отличие. Данный котел распознает пламя датчикам, видите каким? Которые определяют наличие пламени по свету. То есть, свет от пламени, вот тогда он регистрирует. То есть, ну, тоже такая спорный-спорный вопрос. Из нержавейки у нас сделаны все патрубки гофрированные. Когда мы видим гофрированную нержавейку, мы сразу понимаем, что это дешман. Полный дешман, потому что нет, не для коррозионной устойчивости он ставит нержавейку, а потому что с ней просто легко работать. Если у вас много в котле нержавейки, я опять же напоминаю, то все, что у вас коррозирует, будет коррозировать гораздо быстрее, потому что медь будет выступать в роли жертвенного металла. Остальное будет не коррозировать. Но коррозия-то должна каким-то образом идти. Значит, легких путей здесь не искали совершенно. Посмотрите на эту турбину. Сразу говорю, котел дешманский абсолютно. Ставил его застройщик, но в этом доме неудивительно, поскольку у нас перекрытия сделаны и из мешков для цемента. Это, ну, такое стандартное решение для Российской Федерации, вполне меня, но не удивляет. Конденсат и отводчик, установленный в уголке, ничем не заглушен и не подключен патрубок, поэтому угарные газы замечательно поступают в помещение. Сейчас мы это, конечно, устраним. Так, что это за слева у нас ужас? Это ужас у нас 100 в одном, я бы так сказал. Здесь у нас и воздухоотводчик, здесь у нас и расшительный бак, и это уже у нас вторичный теплообменник. Кто не видел, друзья, вы, наверное, сейчас, коллеги мои, вы, наверное, в шоке. Да, вот этот ужас, это у нас типа бойлер, короче, типа теплообменник. Вообще непонятно, что это за зверь на самом деле, а вот это вот очень все похоже на ордерию. Что здесь не ломается? Правильно, газовый клапан. Все остальное здесь, я так думаю, ломается неплохо. Почему бы не сделать открытую плату, кстати, да, в котле, возле всей гидравлики? Наверное, надо бы еще вниз постелить. Котел, естественно, уже поржавел хорошенько, почему бы не ржаветь, когда он течет во всех отверстиях, которых возможно. Тоже очень удобен для сервиса, да, вот смотрите, все прям удобно достается, особенно вот там сзади все менять. Любители ордерии мне пишут, да там вообще все элементарно делается, меняется. Друзья мои, делается элементарно, меняется на котлах Вайланд все там, да. Или возьмите, как разбирается современный там про термгепард. Вот это делается, это удобно. Можно с завязанными глазами, опытного мастера, за спиной его разобрать, понимаете. А вот здесь ничего удобного я не вижу. Везде у нас мотыляется, висит проводка. От каких-то, не знаю, китайских игрушек. Толщина у них, ну, просто печальная, из печальных. Два датчика НТС, один из которых уже, естественно, прогнил. Не думайте, там у Котлу немного лет этот дом пару-тройку лет назад только сдан был. Вот, наши любимые насосы с сухим ротором, бред тоже полный, ну, может быть он где-то хорошо и работает. Что-то у нас написано, это даже не Грюнфус. Я даже читать не буду, что это за насос. Вот, если он у вас сломается, вы нигде в ближайших паре тысяч километров, скорее всего, такой не найдете. Потому что обычно такие насосы просто, ну, где вы видели такой насос в котельном магазине, в любом. Нигде вы такое не найдете, кроме как от этого же Китурами. До этого я с Китурами связывался, и как только я открыл, увидел вот такую конструкцию манометра, который у нас висит на палке, на железной пластине. Приехал новый котел, меня просит мой старый клиент, подключи мне теплообменник для бассейна на вот этот замечательный котел. А я смотрю, манометра нет, он наполовину торчит в окошке. А дело в том, что он просто при трансплантировке тоже у нас там может туда-сюда гулять. Посмотрите, как это все хорошо, это все гуляет, ходит. Вот, подпиточный вентиль у нас стоит снизу. Вон он, он сзади. Это у нас, как я понимаю, фильтр на насосе стоит. Три 150 миллионов датчиков НТС. Смотрите, это же НТС, правильно? НТС. Раз, два, три, четыре. Вот это что, я даже не знаю, да и разбираться не хочу. Я надеюсь, найдутся знатоки и любители китурами, которые мне напишут в комментариях, ты что, это же просто все вот разбирается. Вообще всего две с половиной недели, месяц и можно уже разобрать. Значит, модулируемая турбина, которая тоже замечательно любит ломаться. Вот такой трехходовой привод я не видел ни на ардерии злополучной, ни на Навьене, которые я считаю чуть-чуть просто лучше из них. Почему я считаю Навьен чуть лучше? Потому что это уже обкатанная модель и на него, в принципе, есть все запчасти. Я не сравниваю никакого азиата с европейской школой, друзья. Это совершенно разные вещи. Так вот, сейчас у нас все это дело потекло. Вкладывать в такой котел деньги я ни в коем случае не рекомендую. Если есть любители таких котлов, любите, конечно, их, пожалуйста. Но Котельный Доктор в моем лице такой ужас предлагает, вот как только он первый раз поломался и в него вложения более 5000 понадобились, просто взять его и выбросить. Это был канал Котельный Доктор. Котел непонятно, то ли китурами, то ли это у нас Элзотерм.